Воскресенье футбольное поле на стадионе «Юность» переоборудовали подплощадку для игры в регби. О том, как прошел Кубок Вызова, узнаете сразу после обзора других спортивных событий прошедшей недели. Это рубрика «Спорт». Привет! Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Следуя армейской поговорке, представители крылатой пехоты отметили день в ВДВ в сквере воинов-интернационалистов. Для всех желающих здесь организовали соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту. Поучаствовать решили не только служивые, но и дети. Гири они не поднимали, но на руках боролись, в том числе и девочки. На этой неделе состоится один из самых значимых матчей для амурского футбола. В борьбе за выход в 1-32 финала Кубка России 6 августа Белогорск на выезде, сыграя с Читой. Футболисты Белогорска выехали в Читу сегодня. Вслед за ними поддержать команду отправятся 10 болельщиков. Читинцы подходят к этому матчу с большими проблемами в игре. В первенстве зоне «Восток» наши соседи проиграли все четыре матча и занимают последнее место. Победитель пары Чита-Белогорск примет у себя дома одну из команд футбольной национальной лиги. На футбольном поле юности в воскресенье играли в регби. Кубок вызова по игре в овальный мяч разыграли в третий раз. Регби для области – вид спорта молодой, а потому практически каждая игра – это эксперимент. Регбисты тасуют составы, меняют формат матчей, но всегда соблюдают правила. Вот и сегодня в очередной раз играют по-новому. Это большой матч, когда мы собираем всех игроков области и делим их на команды равного уровня. Потому что раз в год у нас проходит такая большая игра, на которой мы все собираемся. У нас еще если брать по отдельности, то команд на регби 15 мы не набираем. Поэтому мы стремимся к этому, раз в год мы проводим этот кубок вызова. То есть такой большой регбийный матч для всех игроков области. Если раньше играли Благовещенск против Свободного, либо друг против друга играли Благовещенские команды, то на этой игре некогда сокомандники сбивали друг друга с ног. Составы команд определили жеребие. На самом деле делили команды именно по каким-то функциональным позициям. То есть вес, скорость, чтобы примерно одинаковые были позиции все сокрыты в каждой команде. Поэтому так выпал жеребий просто. В этот раз играли два тайма по 40 минут в каждой команде по 13 игроков. Розыгрыш кубка вызова – это уже пятый регбийный матч в этом сезоне. О таком количестве игр раньше даже не думали. Да и играли в основном в регби 7. С каждым годом в области в регби приходит все больше новичков. В этом матче были представлены не только такие города, как Благовещенск и Свободный. Капитан команды Амур-регби Максим Вайснер приехал по работе в наш город из Москвы. В первопрестольной регби занимался 8 лет. Выступал на юниорских чемпионатах России и Европы. Свой опыт теперь передает и нашим энтузиастам. Я им показываю разные такие нюансы, которые никто просто рассказать не мог. Такие моменты абсолютно игровые, которые помогают сориентироваться на поле, сохранить мяч и так далее. И приятно видеть, что на ус мотают и используют. В этой игре со счетом 49-39 победила команда «Амурские тигры». До конца сезона осталось сыграть один матч в середине октября. На этом же поле регбисты сразятся за Кубок Благовещенска. Вот такие новости были сегодня. Встретимся с вами в следующий понедельник на Альфа-канале. Пока!